Едешь без детского кресла, получишь штраф. Отдельный батальон ДПС провел спецоперацию «Юный пассажир» на трассе М7 в Кстовском районе. Буквально за час сотрудники ДПС обнаружили четырех нарушителей. Мансур вместе с семьей ехал из Казани в Москву. Ребенок был на заднем сидении авто без специального кресла. В результате профилактическая беседа и штраф. Во время оформления штрафа нарушитель смотрит видеоролик, в котором показано, почему детское кресло необходимо. Согласно правилам дорожного движения, дети до семи лет должны быть в автокресле, и никаких исключений. С семи до двенадцати лет на заднем сидении можно еще и пристегивать обычными ремнями безопасности. На переднем сидении автомобиля детей до двенадцати лет можно перевозить только в автокресле. Большинство водителей с этими правилами знакомы и к подобным проверкам относятся с пониманием. Для того, чтобы граждане у нас следили за своими детьми и не дай бог что-нибудь произошло, это обязательно порядок необходимо. Вы как вообще следите? Кресла? У меня двое детей, два детских кресла, и пока им не исполнится 14 лет, я и буду в этих детских креслах возить. Я уже покупаю, продаю новые кресла для того, чтобы им было комфортно ехать и мне безопасно. С такой ответственностью к перевозке детей подходят далеко не все родители. Многие по сей день возят детей даже не пристегивая ремнями безопасности. Доводители, наверное, как до детей. Нужно доводить это все внушением, потому что поменять мнение взрослого человека все-таки достаточно сложно. И необходимо, наверное, использовать какие-то примеры и иногда приводить примеры такого плачевного характера, чтобы воздействовать хоть как-то на водителей. То есть есть водители, которые, да, осознают свое нарушение, согласность им, а есть которые продолжают, как бы игнорируют. Знаю, но все равно продолжаю это делать. Операция «Юный пассажир» регулярно проводится на всех федеральных трассах области. Участие в ней принимают еще и волонтеры фонда «Стоп ДТП». Они вручают светоотражающие ленточки детям, о безопасности которых родители позаботились. Двигает идея о том, чтобы предупредить водителя, обезопасить его. Если кто-то нарушает, чтобы он больше не нарушал. Потому что ДТП очень много. И это очень печально, терять из-за таких пустяков, грубо говоря, людей близких, родственников своих. Сотрудники ДПС напоминают, что при перевозке детей важно использовать именно автокресла, которые жестко фиксируют положение ребенка. Сейчас распространены коляски-трансформеры, люльки от которых родители ошибочно используют для перевозки детей в машине. Люлька закреплена в автомобиле, а ребенок внутри люльки не закреплен. Поэтому это устройство не будет являться детским удерживающим устройством. То есть ребенок должен еще быть закреплен и внутри люльки, то есть чтобы была неподвижность тела. За минувшие полгода на территории работы отдельного батальона ДПС составлено более 2000 материалов о нарушении правил перевозки детей. Это больше, чем в прошлом году. Статистику омрачают и случаи гибели детей на дорогах. 24 июля неподалеку отсюда в страшном ДТП погибли двое мальчиков. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, связист ТВ Кстова. Специально для Время новостей.